Привет, зритель! Ты, наверное, давно не видел, как я ем тут всякую азиатскую еду на камеру. У меня тут еще и шарма. Это Горбушкин ботер. Прыгать радостно! Прямо у своего телевизора, или из какого утюга он меня смотрит, в общем, бот прыгать радостно. Он давно эту шарму ждал. Я даже не знаю, с чего начать. У меня тут компотик. Соевый соус, который я довезок вот кролом тут ассортил. Спаржа почему-то как-то не порезанная в этот раз. Я даже взяла фунжозу, она с каким-то, возможно, перцем. Ну, в общем, я была на чистовом и решила собеснить, как бы это... Ну, по делу. И надо было, чтобы мне было как-то не только просто по делу подорвался, но и вот, скорее, с ке-салата заодно зашла. А там, смотрю, шарма по 180. У меня, конечно, уже подостыло. А еще я слегка попала под дождь. Ну, конечно, как, где под зонтиком шла, где такой вот, вроде и не особо и дождь. Ну, в общем, волосы слегка мокрые. Если ты, зритель, хочешь почаще вот такого хапчика, допустим, вот это вот с шаурмой, просто шаурму, или просто вот этих корейских салатов, ты можешь подписаться на бусты. 300 рублей в месяц. Из них я получу 270. А может просто кинуть в меня донатов с подписью, там, вот, на Donation Alerts, на этот... На том же бусте можно задонатить. На карту с Берем. Вконтакт, Впай. Или Впай, хрен его знает. Ну, короче, Вконтакт. На Лёве. Это все где-то будет тут в облаке. А еще ссылка в инфобоксе. Кинуть в меня донат и сказать, Лёля, я хочу, чтобы ты поел на камеру, вот, тебе за... На покупку жиротой, чтобы ты купила и поела. И я куплю и поем. Как сейчас. А я вот думаю, я могу микроволновки разогреть. Как-то она вкусная. Только вот... Пока я тут прыгала с бугном, ставя как бы в более нормальную камеру, обычная камера, та самая, Соня, которая уже почти пять лет. Ну, четыре с половиной года. У меня окончательно оно остыло. У меня тут красивое блюдечко. Главишу красивая чашечка, еще маленькое блюдечко, маленькое блюдечко, не знаю, живо ли. Но красивой чашечки давно уже нет. И в нем, как бы, нельзя в нем подогреть. В микроволне. Так, сейчас я вспомню, как у меня есть. Да, у меня тут волшебные, учебные палочки. В Японии сделаны для японских деточек или не деточек. Вот такая вообще палка. Моим другом специально у меня все время купленные и присыланные. Что-то спаржа никакая. Знала бы, что она никакая. Я бы сама сделала спаржу. У меня есть сушуная. То есть, она не соленая, не острая. Будто просто отмочили и все. Да и соус какой-то немятый. Сейчас тогда сначала роликов поем. А потом подогрею эту шаурму и поем ее. Может, вот это вот два мунбанга. Ну, сейчас у меня как бы обед, у меня вообще есть суп любый. Я туда еще картохи только положить надо, чтобы совсем суп был. Ух ты, какая-то синяя икра-то. Тут, значит, синяя икра, ветучие рыбки. Семена этого кунжута. Огурчик, рыбка. Этот, наверное... По идее, это должно быть тофу, но скорее всего, это какой-нибудь сливочный сыр или рис. Ну, и еще водоросли. Не, оно разваливается. Я пришла, там как раз вот только-только все самые свеженькие такие, выставленные были. У кого-то, наверное, был тональный спазм от того, как я тут это зверски родину размолвала. У меня коньки свеженькие. Это ассортист стоит 320 рублей, по-моему. Тут сейчас скажу, сколько. 12 штучек. По два вида каждая. Или не по два вида. Хрен знает. Потому что вот эти вот похожи. А может, они просто похожи... А нет. Слушайте, у кореянки дефицит икры и летучей рыбки. Не поняла прикола. Потому что тут вообще как-то, ну... Как там это видно, нет? Ну, короче, вот этой вот летучей икрой почти не посыпано. Видимо, в этом разница. Ну, по крайней мере, они без майонеза. А то где-то полгода назад я там была, что-то брала. Были с майонезом вместо вот этого сыра. Я так обалдела. И какие-то суховатые. Хотя по виду типа свежие. Ну, цена примерно та же. Раньше они стоили 160 рублей. Если берёшь с васаби имбирь, соусы вот это вот вместе с палками. И 150, если берёшь просто соусом. Без васаби и имбиря. А сейчас 220. 220 это 8 штук. А 320 это вот эти. Ой. На 661 рубль у меня всё вышло. Разбариваются. Может, и хвилтой надо есть. Кстати, эти палочки специально за лепшей. Ну, не знаю. Может мне в этот соус добавить ещё свой соус. Тут такое ощущение, что он какой-то не солёный. Вообще солёный. Хорошо не сладкий. В прошлый раз, когда я брала, он ещё и сладкий при этом был. Ну, ладно. Учитывая их ассортимент и количество клиентов, странно, что как-то вот летучая рыбка к ним мало залетает. я пытаюсь рисинку поймать. О, поймала. Ну что, салат что-то попробовать тогда. Вообще, мне кажется, там другая продавщица была. Может, это сестра этой кореянки. Может, это просто кореянка продавщица у них. А может, это кореянка просто слегка в возрасте изменилась. У этого какой-то слегка вкус всё-таки присутствует. даже, можно сказать, слегкой остринкой. тут у меня рыбкий кусочек сверху. Огурчик. Сырок. Угу. Дам тебе что-нибудь попробовать. Только этот вряд лежать, боже. Кошка пришла. Потом рисик, нори, огурец. Ой, кошка, ты, блин, это прям уйди-ка ты отсюда. Я с испугу ваш роллин уронила. Я забыла, как палки одеваются. Хотя, вообще, ведь еда есть. Я тебе вчера давала много всего. Да даже большую половину не попыталась съесть. Я всё-таки долью сюда обычного своего соуса. впервые я с этим соусом как раз у кореянки познакомилась. А последний раз покупала надун. Кажется. Да, надун. И давай большинство. Это уж как-то совсем пресно. Они обычно ещё пытаются навешать тебе, ну, положить поострие это всё. мужа острые карельские салаты. А тут не прилагали, да и вообще какое-то такое странное. Ну, как бы, они у них сами по себе острые, а ещё пытались добавить, ну, как бы, спрашивали, может, он ещё поострее. Тут вообще никакой остроты. Какие-то странные. вот это у меня такое ощущение, что не все тут отличаются только цветом лёгкого намёка сиди ровно. Этой самой летучей рыбки. Ну, вот в оранжевых, возможно, там два вида рыбки. А тут вот только что она зелёная. Мне там пишется, это когда не ношу, не нажимала, пока тут шастало. ой, у меня упало оно. Теперь оно там плавать будет. Мне ещё дали палочки, а потом я вспомнила, что у меня есть эти мои палочки. Но эти палочки тоже хоть пригодятся. Растения какое-нибудь привязать. Я теми палочками обычными не умею есть. я не нагоняю как вот так их держать, чтобы вот эту можно было свирить. Не азиат, я не азиат. Вот уже покуснее этого. вообще надо глянуть, как люди едят вот эти роллы палочками. Вы как-то отламываете кусочек или целиком? Куда лезем-то? я я давала такую штуку, ты все равно жрать не стала. Только что рыбки кусочек схомячишь тут. Надо наверное отломить как-то. Ну вообще. Я чуть-чуть попозже дам желешку эту самую куриную, которую вчера давала. Вообще видно, тут с кошкой сижу? Иди в задницу, тут последняя единственная рыбка и та моя. И вообще соленую рыбку кошкам нельзя. Ты тут на днях ела вареную рыбку. Хозяин жадный, хозяин не даст тебе рыбки вот этой. Хозяин тебе дадат другой рыбки. Сыр, конечно, тут не тофу. В далеком 2008-2009 году еще можно было найти какой-нибудь тофу в 2011 даже. Свалила. Мею. Ну, хотя бы и не майонез. И не плавленый сырок из магнитов из магнитов этими полосочками и даже неплавленый сырок, который треугольничками уже раздает. Кошка, переняешь, где твои волосы. Какая это у нас отличается. А тут, походу, дело крабовая палочка. Не надо драть эту самую штуку, короче. я потом поделюсь с тобой начинкой от шаурмы. Может, вычем тут, блин. Ой, блин. Оно упало. Придется ложкой потом вылавливать. Алис, ну, ё-моё, тут у меня телефон лежит, я им скамеру управляю. Стакан с компотом стоит. Красивый, меру прочим. Всё выпало. Вот так сделаю. Раньше вот так я протыкала палочками, если они у меня вот обычные были. Слушай, я эти сейчас выдвину на балкон. так. Полиганка, ты меня уже уронила что-то с окна. Вот ты бы так мурлыкала, когда тебя хозяин гладит. как курие мурлыкала. И тинь, как тинь, гладит, нь. нельзя просто улазать я полотенцем по воздуху шарахну по-моему без результата или сиди тут ровно и несу свой хвост в мою еду надо как-нибудь самой замручиться и купить все что надо за эти фуллы сделать их ну неугомонная ты сядь ровно не виляй своим хвостом они чертах роллы пошли несмотря на то что они практически все одинаковые тут был крабовая палочка кусочек рыбки сверху и разница в цвете икры ну ё-моё ты хочешь сказать что тебе нравится соевый соус? я это смогла целую ролину засунула в рот видишь тебе не нравится соевый соус? ты не доела какой-то лежит на может попробовать это с полос есть тут сок этот нападал в соус что-то такое что-то что-то как-то это это добавлением в этот соус моего соуса но как-то по вкуснее тут мне кажется больше не буду никогда покупать у кореянки эти самые салаты если мне приспичит я лучше размочу свою свою спальню не трогай камеру а ну что это за звук такой ну а насчет этой лапши надо как-нибудь достать эту макаронную машину и сделать уже этих макарон вообще конец не давно не покупал насчет она какая-то кого-то я дивана такая всегда должна быть хватит тут лазать следующий раз когда буду что-то есть эти засуну на балкон и закроют нам двери больше там сидеть пока я не поем так и камера целее будет ну так вот то есть уже с улмук отели я это уберу в холодильник потом отберу сходности 7 плюс в том, что она мягкая но минус в том, что она безвкусная где-то год назад у них покупала такая вкусная мягкая шерма была в смысле, не шерма это такое вот это вот спаржа соевая мне кажется, можно обратно в пакеты переложить прервусь ненадолго в чашке у меня был и чай я долила еще компотика и я ее подогрела вот так на полминутки но бумажку я с нее сняла сейчас надо как-то это о, она тут такая большая, что наполовину сломалась надо ее хоть порезать, что ли наверное, буду впервые есть шерму без поддержки какого-то пакетика слушай, жучок ты только что отсюда сварил благополучно что обратно приперся короче, морковка по колечке курица, огурец видимо капуста лепешка, кстати, очень интересная сколько хотела сказать не вздумай прыгать на стол у нас все демон банк кошка тире камера ой ой а там куриное мясико по-моему как-то вроде вкусное но без поддержки пакета есть проблема я что-то уже и забыла, что в шерму так кладут помимо мяса и да, она совершенно не острая но я думаю, второй раз я такую покупать не буду лучше купить мясо что немного порезанного либо этой самой куриную грудку оставить от запеченной курицы и лаваш ну и всякую наполняемость самой сделать потому что она тоже такая как будто пресная она вкусная но какая-то вот она 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 в ее она 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 это О, я помидорку вижу. Кстати, вначале тоже была помидорка. У меня самый хлебушек очень жёсткий. Ничего, это у меня ещё и на утро оставится. Там за мной человек был в очереди, треща он и брал. Мне надо было положить, пока они там делают. Я вот боялась, что у них какая-нибудь замороженная-размороженная в микроволновке. Ну, при тебе, короче, делают. Мясо очень много куриного. Ну, такое мелко порубленное вообще. Ну, давай я тебе дам кусочек. Лучше так, чем из тарелки у меня с хомячих. Вот, я думаю, такая форма, кому-то там вот кто работает. Ага, и обед, и ужин. Сразу. Но они не знают, что такое суп мисо. У них прошлой осенью что-то заходило. Была в том степи. А так можно было бы у них ещё суп мисо, допустим, заказать. То есть они не знают, что это такое. Соответственно, они не делают. Вот эта часть лепешки очень масляная. Причём, ну, растительным маслом таким. Может подсолнечное. Соевый соус махну. Ну, после вот этого куска масляного привёлся мне панкреатин лопать. М-м-м. Ну чё, люди? Осталось целая половина. С учётом, что я её немножко надкусила, когда начинала есть ещё такую остывшую. К чаю у меня ничего нету. Ну, там варенье только сливовое. А тут компот у меня. Тут слива, яблоко и, по-моему, черноплодка. Ну, как бы было варенье, я вчера часть банки взяла, в кастрюлю положила, воды добавила, прокипятила. Компот. Ну, вот так вот. Продолжение следует... У меня из учебных палочек падает. Давно я ими не пользовалась. Или ещё что-то, или наоборот, восторги можешь оставить в комментариях под этим видео. Я тебе поставлю сердечко и, может, даже отвлечу. Ну и это... Всем пока!